здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал под прицелом излучателей значит хочу прочитать вам один интересный комментарий который пришел мне на днях значит по поводу излучателя и удара с космоса сразу ребята хочу предупредить не надо обзываться в комментариях и не надо материться за это я удаляю сразу давайте как бы ни показалось вам фантастическим этот комментарий я хочу чтобы тот кто соображает во всяких электронных делах в электротехнике подумали и написали в комментарии может ли быть такое о чем пишет автор давайте значит начну вам читать часть 1 важно читайте по очереди всего три части иначе будет непонятно доброго всем времени суток хочу поблагодарить всех альтернативщиков за проделанную титаническую работу но сейчас есть более важный вопрос короче весть вам люди на протяжении последнего времени над всеми населенными пунктами висят объекты скрытые голограммами объекты вооружены то ли мазерами то ли лазерами то ли пучковыми излучателями радиоактивных частиц с лазерными прицелами мощность устройств снижена до минимума устройство используется не в боевом а в маркировочном режиме для тех кто не не является как я киповцам посмотрите видео по теме лазерная маркировка деталей на тело людям наносится лучевые татуировки виде qr кодов представляющих из себя квадраты с размерами граней 13 на 30 на 40 миллиметров над 30 миллиметровым наблюдается три шестерки излучатели 13 миллиметров и есть одиночные а есть спаренные спарка оставляет след в виде восьмерки из квадратов сейчас с частичным перекрытием 3 3 миллиметрового квадрата также наблюдается на наборы арабских цифр строчку размер цифр около 3 4 миллиметров татуировки малозаметные в лучах не видны в инете фейк кто жил в союзе помнят двойные меняющиеся картинки каждая из которых видна под своим углом так и эти татуировки видны в зависимости от угла и типа освещения особенно хорошо видны в свете светодиодных ламп с белыми колпаками малой мощности через тонкое зеркало с расстояния в 15-30 сантиметров чтобы увидеть надо подобрать угол освещения и положение зеркала также подобрав тип и угол освещения расстояние и угол наблюдения можно увидеть их друг у друга предположительно татуировки будут хорошо видны как в и к камерах при боковой подсветы подсветки и к лампой надо поиграть с углами освещения и его поляризации размещение татуировок на тело на теле следующие по центру лба квадрат 30 миллиметров с тремя шестерками над ним над бровями квадраты 30 миллиметров на левом виске спарка 13 миллиметров под глазами на щеках 13 миллиметров на бороде под нижней губой 30 миллиметров напротив сердца на груди 40 миллиметров на спине под лопатками по три штуки 13 миллиметров составленных виде скатной крыши над домом на остальном теле системы не видно на руки ноги торс татуировки наносятся похоже бессистемно по принципу куда попало лучи спокойно проходят через одежду и стекла стены домов под вопросом следы от них остаются на кожаных глянцевых куртках люди с чувствительной кожей ощущают воздействие на тело сравнивая с легким ужаливаем и ужаливаем ужаливаем ужаливанием или кратковременем касанием горячей трубы отопления без получения ожога ощущается образование озона в воздухе особенно в помещении запах озона как от электродуги мощность излучателей тестируют на домашних животных что может привести к их падежу моему коту влепили 13 миллиметровой спаркой в результате у животного вылезла шерсть в виде восьмерки из идеально правильных квадратов на нижнем квадрате в двух местах пробита кожа сукровица шла три дня татуировки можно сфотографировать не напрямую а подобрать свет и направление освещения через тонкое зеркало любой телемастер и не только знает как проверить и к пульт ду через камеру смотрим на диод пульта нажимаем кнопку ничего не происходит смотрим через любую камеру о чудо мигает таким же образом получилось снять работу объекта на камеру подъезжаем ко входу в любой популярный магазин и снимаем небо через чистое лобовое стекло при просмотре ставим скорость минимальную яркость минимальную контрастность максимальную такой же эффект скорее всего будет при съемке со светофильтрами объекты видны плохо а работа лазерных прицелов излучательный изумительно по потваре объектам зафиксировать их работу можно будет только пока они печатают удачная видеосъемка была проведена днем от порога магазина в направлении солнца плюс 70 градусов вправо и лево от солнца через триплекс лобовое стекло ночью и напрямую снимать не пробовали предупреждение тем кто попытается снять объекты известны случаи разлетевшиеся в щепки смартфонов руках тех кто пытался их снять поэтому все кто решит снять будут действует на свой страх и риск как выглядят твари-шарики посмотреть можно на видео нло в татарстане в 2017 году как работают на видео нло над татарстаном жесть шок встреча нло 2017 уфо пришельцы жесть инопланетяне и еще по теме срочно редкие кадры как нло маскируется в городах что-то скоро будет что со всем этим делать во первых не паниковать во вторых не устраивать митинги с каждого пришедшего 5000 накормим продажную власть в третьих не пытайтесь обстреливать их из берданок зушек и прочего фуфла спалят на хрен в боевом режиме вот такое ребята интересный комментарий спасибо за внимание пишите что вы об этом делаете думаете может кто-то что-то видел или кто-то что-то слышал до свидания